Здравствуйте всем! Добро пожаловать в моем канале. Меня зовут Давид Понтыш. Я из Анголы. Сегодня я расскажу вам о изучении русского языка, теперь что я здесь живу, в Москве, в России. И как это было, когда я жил в моей стране, Анголы. Поехали! Итак, уже 5 месяцев прошло так быстро, быстро, быстро. Когда я прилетел здесь в Россию, ну вот, когда я сказал раньше, я начинал изучение русского языка, когда я был в моей стране, в Монголе. И теперь, что я уже здесь, в России, уже прошло 5 месяцев, я чувствую, что я не так хорошо говорю, потому что когда я был в моей стране, я больше, у меня был как много времени, но здесь, в России, у меня нет много времени, потому что я работаю и тоже учусь в университете. Тогда, я думаю, что когда я был в моей стране, я больше или я много занимался, но теперь, что я здесь, в России, я не так, у меня не так много времени, чтобы изучать русский язык. Вот это, конечно, сейчас я могу говорить, я говорил по-русски, но это не как я хотел говорить, это не как я ждал говорить, когда я бы прилетел в Россию. Ну вот, бывает. Я просто надеюсь, что это улучшит мой русский язык, потому что я так много, так немного говорю по-русски здесь, в России, потому что я много говорю по-английски с друзьями на работе. Я работаю, и там мне нужно по-английски говорить. И думаю, что поэтому я не так хорошо говорю по-русски, потому что у меня нет времени, чтобы изучать или заниматься что-то. Не знаю. И больше говорю по-английски. И больше говорю по-английски или французски. И испанский тоже. Но по-русски не так говорю. Говорю. Может быть, иногда я говорю по-английски. Но может быть, просто за 2-3 минут. Но могу сказать, что больше говорю по-английски. Потому что много людей здесь в России говорят по-английски. А в университете мои друзья, они тоже говорят по-английски. Потому что я знаю, что они тоже по-английски говорят. Я свободно говорю по-английски. Они свободно говорят по-английски. Тогда я чувствую, что я должен говорить по-английски и так далее. Но я думаю, что мне нужно время. Мне нужно время, чтобы улучшить мой русский язык. Но это просто не что я ждал, когда я был в моей стране. Я думал, что когда я бы прилетел в Россию, я бы лучше говорил по-русски. Ну, вот я не так хорошо говорил, не как я хотел, не как я ждал. Ну, хорошо, бывает в жизни. Я просто надеюсь, что в прошлом месяце улучшить мой русский язык, говорить больше. И может быть работа, как работать на русском языке. Как найти работу, на которой мне нужно говорить по-русски. И тогда будет, я думаю, что будет лучше. Мне будет нужно говорить по-русски, чтобы работать. И я думаю, что будет как-то улучшить мой русский язык. И, конечно, когда я хожу в университет, конечно, у меня много друзей тоже, которые... Они русские, которые по-русски говорят. Ну, это просто, что когда я в университете, я больше слушаю и немного говорю. Для того, что я слушал на лекции, я слушал, что учитель говорит и так далее. И думал, просто то, а так, это... И может быть, я что-то говорил, с кем-то разговариваю, но не так много. Может быть, за три-два минуты все. Ну, вот, бывает. Я просто надеюсь, что в будущем буду так хорошо, как я хотел говорить, как носитель русского языка. И так. Ну, спасибо вам большое, что посмотрит вот это видео. Я просто хотел сказать, просто хотел рассказать, как идет мое изучение русского языка здесь, в России. Я знаю, что когда я был в моей стране, было очень лучше, было лучше, потому что я очень хотел прилететь сюда. Я хотел прилететь сюда, как уже говорить по-русски, как много, не знаю, как сказать вот это, ну вот. Ну, просто, просто надеюсь, что в будущем я хорошо, я буду хорошо говорить по-русски. И так. Спасибо вам большое. Увидимся. И все. Увидимся. 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 Продолжение следует...